Добрый день, меня зовут Максим Сайнов. Я представитель правления столичной сберегательной компании. Мошенники плодятся в кризис, и чтобы не потерять деньги, надо знать их основные признаки. Я дам вам несколько советов, как отличить честную компанию от финансовой пирамиды. Поехали! Первое, на что необходимо обратить внимание при изучении организации, это продолжительность ее активной деятельности, проще говоря, сколько лет на рынке финансовых услуг она работает. Хороший показатель от трех лет. За это время компания проходит период финансового становления, аудиторские и налоговые проверки, сформировался профессиональный трудовой коллектив, риски минимальные. Второе, на что смотрим очень пристально, это финансовые показатели и их изменения от года к году. Есть ли рост активов, собственных средств, финансовых фондов, прибыли, наконец? Все это можно увидеть в форме номер 2 бухгалтерского баланса, отчете о прибылях и убытках. Это простой для восприятия документ, в нем либо прибыль по итогам отчетного года, либо убыток. Третий фактор, степень открытости финансово-хозяйственной деятельности. Проще говоря, может ли простой инвестор по первому требованию посмотреть, на чем зарабатывает компания, чтобы платить гарантированно высокий доход по переданным в управление сбережением. И здесь важна конкретика. Кто-то обещает в рекламных плакатах надежные залоги, но не указывает, какие именно. Кто-то рисует сказочные истории про новейшие нано-разработки, они, естественно, секретные, но их вот-вот купит иностранный инвестор или на худой конец Сколково. Ну а кто-то обещает вкладывать деньги в реальный сектор экономики. Вам говорят, мы собираем деньги на покупку рыболовного траулера, и он будет ловить море рыбу. Траулер – гарантия сохранности, а выловленная рыба – доходность. Все это, безусловно, сомнительные и рискованные вложения. Сотрудники вряд ли покажут вам какие-либо документы, а их ответы будут абстрактными и невнятными. Четвертое, и, на мой взгляд, самое важное – это гарантия возвратности инвестиций. Мы ведь с вами хотим в первую очередь сохранить, а уже потом приумножить сбережения. В банках это государственная гарантия Агентства по страхованию вкладов. Для кредитно-потребительских кооперативов – Межрегиональное общество взаимного страхования. А теперь давайте применим все эти рекомендации к столичной сберегательной компании. Первое. В июле 2020 года нам исполнилось 4 года. Все это время компания стабильно работала и неукоснительно выполняла все обязательства перед людьми, доверившие нам личные сбережения. Второе. По итогам 2019 года столичная сберегательная компания получила 313 миллионов рублей дохода, а чистая прибыль составила 5 миллионов 277 тысяч рублей. Эти деньги в полном объеме направлены на резервный фонд организации. Он на текущий момент составляет более 100 миллионов рублей. Третье. Столичная сберегательная компания зарабатывает на займах, которые выдаются физическим и юридическим лицам под 22-30% годовых. Только под залог жилой и высоколиквидной недвижимости. Максимальный размер займа до 50% от рыночной стоимости объекта. При этом объекты-заимщики застрахованы от невозврата. Любой пайщик в любой момент может посмотреть все документы. Четвертое. В отличие от банков, где ставки по вкладам составляют 4-5% годовых, и есть ограничения по сумме гарантированного возврата. Это сумма 1,4 миллиона рублей. В столичной сберегательной компании доходность составляет 10,8% годовых. Минимальная сумма 10 тысяч рублей. Выплата процентов ежемесячно любым удобным способом. С вами был Максим Саенов. Выбирайте финансовых партнеров с умом и берегите деньги. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...